Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и жемчужина нашей коллекции Первый в мире Долларовый миллионер Видеоблогер В 70 место занимают Списки богатейших людей России А еще он философ, музыкант И филантроп Дамы и господа Игорь Рыбаков Игорь Владимирович Миллиардер Миллиардер Да Уже миллиардер Вот Уже миллиардер Инвесторы у нас есть Зрители у нас есть Все готовы? Можем начать? Я пошел к нашему первому участнику Поехали Всем привет Меня зовут Букатов Константин 7 лет занимался горными лыжами 4 года тэквондо И 2 года ММА Также я немного играл в компьютерные игры Костя, по большому счету, был раздолбаем В момент, когда он мне подошел И сказал Пап, я хочу заняться проектом Потому что я нашел нишу Совершенно не занятую А самое главное Что это касается зеленой энергии И энергии человека Который просто остачивается бесследно Мне сразу показалась идея правильная Ради своего проекта я готов Не спать целой ночи Не отвечать на телефонные звонки Все свое время уделять проекту Потому что я уверен, что у меня все получится Я настолько верю в своего сына И в то, что он делает Что одну почку я готов ради этого продать Константин Здравствуйте Привет, сколько тебе лет? 16 лет 16 лет? Вырос на Галилео? Верно А, ну, если ты вырос на Галилео Чего-нибудь интересного придумал, да? Рассказывай Ну, я придумал портативный тренажер Который вырабатывает электричество Во время занятия спортом Во время тренировки вы сжигаете не только калории Но и энергию А что, если я вам скажу, что вашу энергию можно вернуть? Представляем вам новый Многофункциональный и портативный тренажер Бэк Энерджи Занимаясь спортом Вы вырабатываете электричество И вносите свой вклад в экологию Можно заниматься спортом, не выходя из дома Кажется, кто-то филонит Дай-ка еще энергии Бэк Энерджи Верни энергию, не калории Вот так выглядит наш первый тренажер Во время тренировки вы вырабатываете электричество С помощью которого сможете заряжать свои гаджеты после А производится тренажер будет из переработанных материалов Всего за одну сорокаминутную тренировку Вы сможете выработать электричество достаточно, чтобы полностью зарядить свой телефон Во время зарядки телефона будет зависеть от упражнений и уровня нагрузки, которые вы выбираете Если мы обратимся к цифрам, то увидим, что около 600 тысяч киловатт-час энергии Пропадает ежедневно во время тренировок вне фитнес-залов Вся эта энергия может быть аккумулирована и использована повторно Мы очень долго сотрудничали с профессиональными тренерами и физиотерапевтами И создали один из самых функциональных портативных тренажеров в мире Форма тренажера вдохновлена мячом для регби А боковые ручки повторяют теннисные мячи Такая форма очень эргономична и позволяет делать порядка 50 упражнений совместно с нашими аксессуарами Вместе с вами мы способны сделать наш мир лучше Спасибо Самое главное, что в спорте? Мотивация Ты берешь эту штуку, занимаешься, вырабатывается энергия, ты смотришь сериал Хоба! Устал заниматься и сериал остановился Хочешь узнать, что было дальше? Занимайся! Это клевая вещь! В качестве мотиватора мы будем использовать наше приложение Где вы будете заниматься с индивидуальными тренерами Там будут челленджи и марафоны За сколько ты будешь продавать это все? 20 тысяч рублей А потом вы берете, делаете вот так вот Кладете телефон наверх в тренажер и он заряжается по беспроводной зарядке Дорогие наши зрители в студии, вам как? Ну это интересно, да? Ну эти вопросы, все же понятно Взяли пульты, приготовились Три, два, один, ноль, голосуем! А вот теперь, Константин, когда тебя одобрили зрители, а по сути, покупатели уже одобрили Пожалуйста, вот тебе эти замечательные люди У них есть деньги, но у них есть и мнение свое, понимаешь? Кому эти деньги давать, кому не давать? Уважаемые инвесторы, кто начнет? Вот, пожалуйста Почему не добавить какой-то функциональности туда? Какой-то? Я бы сказал, если туда добавить еще вот из звука музыку какую-то, то можно идти по улице заниматься просто Ну, Александр, вы даете! Я в долю, может быть, хочу войти, да, конечно Александру нравится? Ну, музыку надо добавить Добавишь музыку, Александр дас денег Михаил? Насколько хватает аккумулятора этого? Какой срок годности у него будет? Это зависит от батареи Еще у меня вопрос, вот на что вы планируете потратить инвестиции и сколько вам нужно денег для того, чтобы добежать до краудфандинга? Чтобы добежать до краудфандинга и выйти на сам краудфандинг, нам нужно 11,5 миллионов рублей Подожди, я не понимаю, краудфандинг это что такое? Это когда люди покупают продукт, который еще не готов Это к Надии туда Это ко мне, ко мне Во Франции студенты сделали похожую штуку, но связали с просмотром фильмов с кинотеатром Вырабатывается энергия в виде физической нагрузки, сидишь в кинотеатре и смотришь фильм И вторая есть еще история, есть фитнес-клуб в Британии Посетители приходят, вырабатывают энергию, и эта энергия полностью обеспечивает целое здание Ну вот, а тут себе, понимаете, себе на телефон, это же круто У меня в детстве белочка бегала, я лампочку подключал Ну в общем идея хорошая Мы видим для себя возможности роста, как открытие фитнес-клубов, которые будут питаться только за счет собственной энергии Также мы будем разрабатывать стационарные тренажеры, это только первое Игорь Ну давайте я попробую психануть, дай сюда, я потрогаю Пожалуйста Это какой-нибудь прототип пока Сейчас всем раздражим Должен добавить, что это было создано полностью нами, в домашних условиях на 3D принтере Слушай, а это пустое, там ничего нет В этом прототипе нет, к сожалению У нас разработана полностью техническая часть, осталось просто собрать Вы деньги дайте, мне очень формы нравятся Я очень люблю трогать такие вот формы Вот, а это стоит денег, а это денег Я предлагаю сейчас перейти к главному, делайте ставки Инвесторы сделали свои ставки Итак, Александр, Михаил, Надия, Игорь Давайте начнем с Александра Конечно, я привык к большому техническому DJ Legends'у посмотреть, как все это работает Я ничего не увидел, увидел пустую эту штуку Ну так подумал, что я могу за право посмотреть Так И разобраться Выставить такую цифру Один миллион рублей, ничего себе Может быть я остановлюсь на Александре? Я там дальше будем двигаться Ждем дальше Твое решение, Михаил, Надия, Игорь Михаил? Мне кажется, у нас интрига Лям, 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 один миллион рублей На самом деле мне хочется, чтобы этот проект дошел до краудфандинга Я думаю, что тема интересная Единственное, обязательно нужно поработать с дизайном Потому что ассоциации с мячом для регби и двумя теннисными мячами я не увидел Для меня это, наверное, скорее, там, какая-то кастрюля с ушами Но это только пока Лям, может быть, на Михаиле мы остановимся? И мы идем дальше Хочется всех посмотреть, да? Хочется всех посмотреть Константин, это не я такой Надия, ваша ставка Костя, отличный продукт Я думаю, что все большое начинается с первого шага И первый шаг у меня, в общем-то, похожий Один миллион рублей Надия предложила вариант И этот вариант остается с тобой, если ты не идешь дальше Я думаю, идем дальше Попробуем уже Ты знаешь, вот вопрос И слова Игоря, я сейчас психану Могут означать что угодно Возможно, тебе придется миллион заплатить Никто не знает Три, два, один Ставка Игоря Рыбакова Удивительное единодушие У меня тоже, короче, миллион Один миллион рублей Молодец. Константин, я тебя поздравляю. Спасибо. Пока-пока. Молодец. Вообще супер выступил. Молодец. Горжусь тобой. Это шоу «Купите это немедленно». Здесь на ваших глазах открываются новые бизнесы. Сегодня у участников есть все шансы сорвать куш. А вместе с Банком Открытия у каждого предпринимателя есть возможность стать миллионером. Откройте расчетный счет и бизнес-карту виза. Оплачивайте покупки картой и выигрывайте миллион рублей на развитие бизнеса. А мы продолжаем, друзья. Я иду к следующему нашему участнику «Купите это немедленно» в эфире. Я Максим Субботин. Мне 48 лет. В прошлом я ученый, занимался фундаментальной наукой. После окончания моей научной карьеры я подался в бизнес. Всегда была мечта сделать что-то действительно полезное самому широкому кругу людей. Со своим будущим партнером и Шурином в одном лице мы замутили вот этот вот стартап. Максим, вы придумали автоматическую защиту жилища от бытовых аварий. Совершенно верно. Изобретение родилось вместе с моим Шурином и текущим партнером, когда у него в его строящемся доме затопило подвал из-за сорванного шланга. А сам я несколько раз был затоплен. И поэтому это изобретение, оно возникло органическим образом. Давай мы с тобой сегодня поговорим о твоих тревогах. Что ты чувствуешь, когда слышишь этот звук? Я выхожу из дома. Кажется, я газ забыла выключить. А если соседи снова затопят меня? Или так было бы каждый день, если бы я и не установила себе стоп-беду? Десятки тысяч наших семей ежегодно тратят большие деньги на восстановление своих и соседских квартир после протечек воды и потопов. Мы чуть не каждый день слышим о том, что опять где-то в жилом доме взорвался газ. Десятки тысяч семей страдают от пожаров, взрывов бытового газа, отравлений угарным газом. А мы создали систему, которая на корню устраняет все эти проблемы. Это как умный дом, только не фельдеперсовая дорогостоящая игрушка, а простая и надежная, как автомат Калашникова система для миллионов обычных семей. Она лучше, чем все продаваемые сейчас системы защиты от протечки и взрывов бытового газа по пяти пунктам. Первое. Легко устанавливают и настраивают даже те, кто опасается любого устройства сложнее мясорубки. Второе. Легко справляется с закисшими тугими от жесткой воды кранами. Это наше патентованное изобретение. Третье. Существенно дешевле всех других предложений на рынке с похожими функциями. Четвертое. Ничего ни с кем не нужно согласовывать. И пятое. Она позволяет всем управлять через интернет. Вы можете просто выключить воду, газ уже под дороги на работу. Максим. Время вышло, но Максим не растерялся и продолжил. Принцип работы. Быстро. Датчики негативных событий просто сообщают контроллеру умному о том, что какая-то беда надвигается. Так, то есть есть датчик газа, есть датчик протяжки. Например, вот водяная труба, которая легко перекрывается системой, когда на датчик воды просто попадает вода. Понятно. То есть датчик не просто пиликает и тебе сообщает, что беги скорее, а он перекрывает газ, перекрывает воду, обесточивает помещение. Когда поехал на работу и вспомнил, что забыл выключить утюг, газ, чего-нибудь, открыл мобилу, нажал, тапнул. Мобилу. И все. Холодильник распоросился. Газ перекрыт, электричество выключено, воду выключили. Цена. Ну это в районе двадцатки. Двадцатку. Влезем? Хорошо. Влезем. Дорогие мои зрители, вопросы есть? А как работает прибор от батареек и как узнать, что батарейки сели, например? Система, во-первых, настолько энергонепотребляющая, что действительно батареек там хватает на годы. Но как только система понимает, что батарейки на исходе, если это речь идет про защиту от воды, она просто, если не достучалась до хозяина через мобильное приложение или просто через пищание, то, соответственно, она возьмет и просто перекроет вам воду. И тут-то вы же сообразите, что пора бы батареечки поменять. Или откроет газ. Нет, газ она не откроет, она газ закроет. Вообще, конечно, Максим, ну если уж так все работает, да, то когда батарея заканчивается, система должна взять и сама себе поменять батарейку. Это следующий уровень, поэтому я здесь. На инвесторские деньги любой каприз. Есть вопрос, пожалуйста. Я человек небогатый. Если я по одной функции буду приплюсовывать, так возможно, сначала от воды себя обезопасил, потом от газа, потом там счетчик. От электричества. Да. И это тоже продумано. Вы можете купить минимальный комплект и потом сколько угодно наращивать. То есть можно купить одну систему закрывания крана и датчики рассовывать везде, 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 везде. Докупаете датчики и рассовываете. Минимальная стоимость какая? Минимальная стоимость комплекта на газ всего 5200. 5200. Итак, голосуем. Итак, голосуем. Да, нам это нравится, нет, нам это не нравится. Пульт у вас в руках. Поехали. Поздравляю! Поздравляю! Не поздирки, не весы. Теперь будет разговор серьезный. Михаил, пожалуйста, Максим, вопрос. Если розничная цена там 20000, а себестоимость какая у вас? Все вместе, ну, десятка. А вот написано про сотрудничество с девелоперами и страховыми компаниями. Вот про девелоперов расскажите, а про страховые компании у меня... Девелоперы те, кто строят дома? Да, девелоперы, застройщики жилья и страховые компании. Да, вот здесь же такой возникает некий конфликт, потому что, возможно, застраховать стоит дешевле, чем просто устанавливать что-то за 20000 рублей. Под страховыми мы имели в виду, конечно, ипотечное страхование, когда квартирка еще в собственности у взаимодателя. Ну, то есть, ему он заинтересован в том, чтобы она была цела и невредима. А насчет теперь, значит, застройщиков. Мы планируем использовать застройщиков как дилерскую сеть, потому что они же чаще всего имеют свою карманную управляшку, управляющую компанию, которая потом, значит, это все и обслуживает. И вот уж она, конечно же, заинтересована, чтобы у нее в доме все было хорошо. Мы сейчас как раз на этом этапе ищем не просто инвестора, а во многом даже ментора со связями, который бы нам, собственно, бабло мы и сами быстренько накуем, это понятно. Я могу вам вопрос задать? Мне нравится, Максим. Наконец-то у нас появился нормальный человек с нормальной речью. Можно вопрос? Александр, пожалуйста. С одной стороны, вы клиенту говорите, купи мое, и ты можешь сам установить, а с другой стороны, как страховая компания это может застраховать, если это установлено клиентом? Я лично разговаривал с директором страховой компании, и схема следующая. Схематоз. Схематоз следующий, да. Он либо делает скидку на основной продукт, то есть скрытая, либо второй вариант. Нет, так я с точки зрения законности всей. То, что мы с вами в реальности наблюдаем, вполне аналогично. Это такая норма, Сань. Это такая норма. Вот такая норма. Что, Александр? Надья. Переходя на ваш язык, попробую сказать, что, значит, у нас в открывашке есть и управляшка, и страховашка. У нас большая финансовая группа. И на самом деле я думаю, что можно найти какие-то, ну, легальные схемы, как действительно снизить стоимость с одной стороны и сдержек, которые возникают. Ведь не всегда страховые компании платят, а иногда они и платят. И найти здесь вот этот какой-то баланс. Чтобы хазу защитить. Серьезно, здесь надо просто подумать о том, как это можно реализовать. Игорь. Так как недавно у меня все протекло нахрен, я извиняюсь. У меня стоит умный дом вот этот. И он пищит. Который пищит. И он пищит весь такой аларм, и все капает. Обращайтесь. Так резонирует мне все это. Ну, а больше всего мне нравится, наверное, так сказать. Экспансия, которую вы сейчас демонстрируете, это расширение настолько, насколько другие захотели к этому присоединиться. И вот я, вы меня, черт побери, присоединили. А насколько присоединили, мы узнаем, друзья, после небольшого элемента, который мы называем ставка. Итак, ставки делаются прямо сейчас. Ставки сделаны, ставок больше нет. Максим, нужно сейчас собрать полностью всю свою интуишку. Попробуем сначала Александр. Я как бы не уместил себя в этот бизнес-план, честно скажу, да? То есть он чувствуется непроработанность или спешка, или вы очень заняты. Поэтому я поставил ноль. Ноль рублей, ноль копеек. Следующий. А, соответственно, мы не соглашаемся с этим предложением. Пробуем надея. Это круг в виде нуля. Это возможность работать с группой, где есть все элементы, о которых вы говорили, и сделать вещи, может быть, более в правовом поле, чем вы предлагали сегодня. Хорошо. Отлично. Предложение услышано. У нас Михаил и Игорь остались. Ну, давайте, Игорь. Игорь. Моя ставка 104 тысячи. Для того, чтобы в бизнес-академию вы пришли. Можем остановиться, а можем пойти все-таки к Михаилу сходить. Но это будет финальная уже ставка на сегодня. Да, но, честно, это порядок никто не отметит. Ну что, финальная ставка. Максим, моя ставка. Ноль. Ноль. Понятно. Расстраиваться не надо. Нет. Мы действительно вас благодарим за изобретение. Спасибо. Спасибо вам большое. Ждем вас за кулисами. По вас порадовать, да. Очень красиво. Максим представил приборы для защиты дома от протечек воды, утечек газа и прочих бед. Очевидно, что данное изобретение поможет тысячам, а возможно и миллионам людей. О безопасности предприятия и его сильных и слабых сторонах может позаботиться нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Уже сегодня в центре «Мой бизнес» компания может пройти скоринг. Это такая диспансеризация для действующего или запланированного бизнеса. Очень простая цифровая процедура, которая проводится одним нажатием кнопки специалистами 250 центров «Мой бизнес в регионах». В ходе скоринга выявятся сильные и слабые стороны бизнеса и будет предложена необходимая помощь. Все это займет немного времени, так что даже чашку кофе не допьешь. Дополнительную информацию по мерам поддержки можно узнать на сайте корпорации «МСП». А мы продолжаем, друзья, шоу, которое у нас называется «Губитель немедленно». Я пойду познакомиться с следующим участником. Здравствуйте, меня зовут Светлана Бугайченко, мне 21 год. Я городской ученый и исследователь, а также журналист. Очень интересуюсь молекулярной биологией и биохимией. Большое влияние на меня оказала моя бабушка-фармацевт, которая в своей лаборатории аптечной делала различные настойки. Я первый раз услышал о ее напитке, я попробовал его и обнаружил то, что он работает. Работает намного лучше, чем любой кофе. Так как проект финансово очень дорого стоит, я вкладываю у него все свои деньги до последней копейки. Но если того потребует ситуация, я готова даже заложить родительскую квартиру, я думаю, что я смогу их убедить. Что вы нам приготовили? Я принесла эйфорики-эликсиры, которые способны восстановить организм и дать ему новый тонус. А на себе пробовали? Да, конечно. И не только на себе, и на фокус-группе. Все живем здорово, все хорошо? Да. Все мы любим лето. Лето – время свершений и энергии. Но только, к сожалению, лето не бесконечно. И как сохранить бодрость духа, когда за окном сплошная серость? Почувствуй силу природы. Я презентую первый напиток для ухода за мозгом. И первый напиток на стыке медицины и древней культуры, который помогает чувствовать себя бодро и смело. Лето исчисление стартапа берет начало с пандемии, когда многие из нас чувствовали себя вяло, тревожно и апатично. Я создала новаторский продукт, способный менять культуру, времяпрепровождение. Благодаря рецептуре Эйр вы можете почувствовать совершенно новые горизонты и открыть для себя восприятие мира через призму радости, веселья и объединения с природой. Светлана Бугаченко! Браво! Волновалась, я понимаю. Надо было эликсира, да? Скажи, сейчас продается уже это где-нибудь? Нет. А зарегистрировать? Это регистрируется как биологически активная добавка к пище. Бадики наши любимые. А потом? Как лекарство? Да, потому что это имеет медицинский потенциал. Я использую сугубо лекарственные растения, которые признаны организацией ООН, и медицинские грибы. Помогает утром проснуться, да? То есть вместо петрушки? Да, есть два вида напитков. Один из них, он больше подходит для первой половины дня. Можно употреблять около 4 унций, то есть 4 бутылочек в день. Для бодрости? Для бодрости. Это с утра? На ночь идет отдельная линейка, называется. Для сна называется? Девятые врата. Девятые врата? Да. Она для отличных посиделок располагает к общению и установлению контакта, а также к осознанным снам. А если ошибся? Утром проснулся и выпил то, что расслабляет. Все, весь день потерял. Напитки с адаптогенами. Мне кардиолог сказал, что алкоголь это адаптоген, который изобретен человечеством тысячи лет назад, потому что мир несовершенен, алкоголь вред, но иногда... Так вот адаптоген, то, что у тебя в ингредиентах, это оно? Нет. Я использую сугубо безалкогольную продукцию, потому что у меня другая цель. Я хочу менять восприятие людей. Они могут пробовать напитки и ощущать такой же эффект бодрости, приподнятости, но без похмельного стыда. Вопросы есть у наших зрителей? Вот скажите, а где вы вообще берете эти грибы и ягоды для производства вашего напитка? Я беру их на горном Алтае и во Владивостоке, а также на Кавказских горах. Ну и вообще я из Крыма, и там тоже есть горная местность, и там я использую именно травянистые растения. А ты сама собираешь? И сама, и закупаю у проверенных поставщиков. Подскажите, ваши напитки могут заменить еду? И если да, то сколько можно употреблять? И сколько можно протянуть? Здравствуйте. Без еды на этих напитках? Опыт был поставлен, без них можно прекрасно чувствовать себя сутки без еды, потому что... Сутки без еды я так могу и без напитков? Не все могут, Александр. Вы пробовали сутки без еды? Да, с утра перед работой выпиваю, и на вечер. Подскажите, пожалуйста, как данные напитки сочетаются с энергетиками, да, и вообще ли подходят они для спортсменов, у которых активные энергозатраты? Абсолютно. Они подходят для поклонников фитнеса, потому что помогают поднять энергию. Это аналог энергетических напитков, только без кофеина. Ну, друзья мои, возьмите в руки пульты. Еще рано, я не угостила. Если ты угостишь, они, я знаю, как проголосовать. У нас серьезная программа, ты что? Голосование начинается. Голосование начинается. 55% зрителей в зале хотят купить это немедленно. Светлана, я тебя поздравляю. Ты допускаешься к нашим инвесторам. Есть вопросы? Михаил. Светлана, какую вы планируете розничную цену в магазине для конечного потребителя? Вот такой пузыречек сколько будет стоить в магазине? 350. Вы не против попробовать? Да, с удовольствием, конечно. Я с удовольствием попробую. Мой вопрос к вам, пока вы готовите ваше прекрасное зелье. В чем польза? Он помогает организму готовить к сверхстрессам. Он актуален в периоды перед сессиями, перед важными переговорами, для того, чтобы лучше мыслить и держать себя в позиции сильной. Ты только что говорила, что этот напиток, он способен как бы тебя расслабить. А с другой стороны, ты говоришь, что он мобилизует. Да. Когда я мобилизован, я же не расслаблен. Нет, я считаю, что мобилизация вполне себе может соприкасаться с напряжением и расслаблением, потому что именно в такой позиции ты не нервируешься и делаешь то, что можно. То есть я расслаблен и бегу в атаку? Все спокойно и стоек перед жизненными трудностями. Я понимаю, что расслабленно расстаюсь с деньгами. Вот Александр, кстати, да, вы будете... Сейчас вы примете немножко напитка и посыпется миллион. Ваш комментарий, может быть, какой-то вопрос? Нет, я уже опасаюсь. Опасает? Потому что если это расслабляет, и расслабляет на что? Друзья, вот я знаю, что среди вас есть человек, который ничего не опасается, Игорь, да? Я с большим удовольствием прикоснусь к этому. Давно не пробовал таких напитков. Друзья мои, ну я несу. Пожалуйста. Ну давай. Аккуратненько, аккуратненько. Ой, я из тех, кому достаточно понюхать. Да-да-да, скажи я. Ага, пожалуйста. Спасибо. Я как-то нервничаю вот как. Тоже нервничаю? Я, друзья мои, тоже... Я с вами, ну? У меня омыватель в машине, похоже. Хихоньки-хахоньками. А у нас серьезная история. Значит, итак, наши инвесторы, по моей просьбе, у себя на планшетах рисуют ту сумму, которую они готовы дать тебе в качестве инвестиций. Ставки сделаны, ставок больше нет. Инвесторы, уважаемые мои, вы готовы нам сейчас предоставить свою ставку только в том случае, если вас выберет Светлана. Интуитивно, когда я вошла в эту студию, меня сразу привлек взгляд на ДИИ. И я считаю, что я могу довериться своим чувствам. Светлана, я вам хочу сказать, что сам по себе рынок – это очень интересный рынок. И в прошлом году, если я не ошибаюсь, рынок вырос где-то на 28-30%. Но важное слово здесь именно – рынок напитков с добавленной пользой. И вот эта польза потребителю должна быть очень понятна и очевидна. И поэтому ваша ставка – ноль, потому что ответа на вопрос, в чем польза, я не получила. Ну, не расстраивайся, во-первых, есть у нас еще три инвестора, вдруг у них там что-нибудь больше ноля. Я пойду сюда. Михаил. Продукт самый интересный, но у меня вопрос к позиционированию, как вы сможете донести преимущество этого продукта до потребителя. Поэтому моя ставка – ноль. Свет. Осталось у нас две ставки. Это, собственно, Игорь Рыбаков, который сейчас просто играет в «Крестики-нолики», по-моему, время коротая. И Александр Галецкий. Да, Александр Галецкий у нас. Откроем ставку. Александр Галецкий, ставка. Очень сложно инвестировать в то, что ты не понимаешь. Я вот здесь написал вот такую штуку, если можете прочитать. Десять тысяч штук после регистрации. Неплохо. По сути дела, Александр тебе предлагает реализацию. Три миллиона пятьсот. Это уже нормально. Свет, ну что, будем смотреть, что нам Гарри написал или нет? Меня удовлетворяет ставка Александра. Ставка Александра удовлетворяет Александр Галецкий, друзья! Нам все-таки хочется посмотреть, что нам предлагал Игорь. Я предлагал умножить на два ставку Александра, чтобы было в два раза больше. Так. То есть вы хотели купить двадцать тысяч. Да. А вообще говоря, давайте поаплодируем. Светлана, Свет, молодец. Спасибо. Слава Богу, что у нас есть люди, которые могут что-то делать своими руками, предлагать новые интересные изобретения. А мы в нашей программе этим изобретениям даем жизнь. Светлана, спасибо. Пойдем. А мы продолжаем. Я пойду знакомиться с следующим участником. Поехали! Я Иван Водаков. Мне 15 лет. Я занимаюсь программированием и вокаутом. Когда я подошел к своим друзьям с этим проектом, они не сразу же поняли то, что это хорошая идея и начали сразу же критиковать. Но мой научный руководитель разглядел в этом хороший повод для того, чтобы поехать на Робофест. Там сразу же поняли то, что это хорошая идея. Но поставили третье место из-за того, что я не очень хорошо ее презентовал. Я забыл включить презентацию и немного запинался. Это был мой первый раз. Я не особо люблю публично выступать, но сегодня я подготовился и готов ответить. Что у тебя за изобретение? Рассказывай. Голосовой помощник. Голосовой помощник? Только он уже есть. Но он особенный. Галя, включай! Галя, а когда сажать помидоры? Открываю вкладку с календарем рассады. Галя, покажи Ваню с Машенькой. Открываю новые фотографии внуков. Галя, припадь. Галя, включи мне купить это немедленно с Сашей Кушным. Конечно. Открываю. Было бы здорово, если бы человек мог общаться и с компьютером, и с животными на своем человеческом языке, а его бы понимали. Я сделал голосового помощника. Встречайте, Галя. Галя помогает общаться людям, которые не умеют или попросту не знают, как пользоваться компьютером. Например, моя бабушка. Она не умеет пользоваться интернетом, но интересуется садом и огородом. Ей нужно посмотреть в интернете информацию на эту тему. Все, что теперь она должна сделать, это произнести вслух название ее телепередачи или журнала. Теперь бабушка всегда на связи. Галя помогает даже офлайн, так как она работает без интернета. Также недавно появилась функция, она научилась разговаривать с животными на основе их языка. Спасибо. Галя, это помощник, голосовой. Чем он отличается от других помощников? Он работает офлайн. Почему проблема всех онлайн голосовых помощников? Потому что нет сети, нет помощника. Например, в деревне. Ребят, мне все понятно. Понятно ли вам, если нет, быстренько вопросы. Почему именно Галя? Я спешу предположить, что так зовут вашу бабушку. Нет, это не так. Это имя очень хорошо распознается голосовыми помощниками. Там много звонких звуков, и голосовому помощнику меньше шансов шибиться в этом имени. А если Людк? А Людк? Вот как раз такого имени было бы плохо, если бы я назвал, потому что оно хуже распознается. А еще один вопрос интереса ради. Как вы научили Галю, птичьему, и вы сказали языку животных? Орнитологи уже предполагают, какие фразы есть у птиц и что они означают. И на основе этого сделано общение с птицами. То есть, допустим, птичка прилетела, привет, привет, оно перевело. Вот этого не хватает нашим пенсионерам. Возможно. Дедушка общается с птичками, да? А бабушка смотрит интернет. Дедушка с птичками общается без всяких голосовых помощников. Поверь мне. Вопрос довольно-таки технический. А если у человека проблемы с речью, как он может воспользоваться данным помощником? Существует нейросеть, которая определяет примерные звуки. И пытается, например, когда ты сказал пример, ну, фример какой-то, она переводит это в пример. То есть, выделяет что-то похожее. Понятно, в чем инновация? Понятно, в чем инновация? Взяли в руки пульты. Поехали. Пятнадцатилетний изобретатель-программист, друзья, прорвался к инвесторам. Уже победа. Сейчас будет сложный, много вопросов. Может быть, половину ты не поймешь просто технически даже. И можно будет воспользоваться Галей, чтобы как-то перевести с птичьего языка инвесторов на человеческий. Я готовился. Ну что, дорогие инвесторы, вот вам, пожалуйста, молодое поколение. У меня вопрос все-таки. Офлайн всегда он ограничен, потому что интернет, когда мы имеем доступ, мы имеем доступ к большой базе данных и можем что-то выбрать для бабушки, как сажать помидоры. А как вы выбираете это все в офлайне? То есть, это набор уже готовых вопросов, там, типа, чтобы бабушка не забывала, где молоко? Молоко в холодильнике, там, например, да? Это набор готовых вопросов, которые каждый день расширяются. Каким образом? Добавляю сам. Если он офлайн? Когда-нибудь интернет появится, появится. Обновится голосовой помощник. А с точки зрения распознавал такие голоса, ты взял открытую программу какую-то? Нет, я писал все с нуля. Ты с нуля писал распознавание голоса? Да, полностью. Надя, в банке открытия вы отвечаете за направление малого и среднего бизнеса. Да, Иван впечатлил, что в 15 лет с нуля разработал голосовой помощник. Я так понимаю, что Александр пытался подсказать, как бы, элементы машинного обучения, да? Чтобы в некотором смысле система запоминала какие вопросы. Обучалась она, да. И обучалась. Ну, то есть, вы планируете эту историю, да? На тестирование у бабушки моей. На тестирование? Да. Это круто. А ну покажи, как у тебя это работает. Привет. Привет. Как дела? Смотря кто спрашивает. Что делаешь? Разговариваю. Дай я поговорю с ней. Говорить. Когда мне посынковать помидоры? Такого еще нету. Ну, это он расширяется. В смысле, это первый вопрос, который должен быть у тебя. Хорошо. Витамин С полезен на ночь? Это прототип, такого еще нет. Хорошо, ладно. Птичий язык покажи по-быстрому. Птичий голос. Привет. Это какая птица? Практически любая. Как говорят арнитологи. Арнитологи вообще говорят то, что птицы... Тебе нужно к арнитологам сходить. Я сходил. И что они тебе сказали, что так любая птица говорит здрасте? Многие птицы разговаривают на одном языке. Окей. До свидания по птичьи. Как? Птичий голос пока. Александр, что непонятного? Александр. Игорь. Я ничего не понял, но у нас есть инвестор один, который понял весь птичий язык. Вам слово, Игорь, тогда? Он не может перейти на человека. Ну, размещил уже, хорошо. Надия, вы парень классный же. Между прочим, мне кажется, что вы очень круто отметили целевую аудиторию, потому что пожилые родители у нас с удовольствием пользуются голосовыми помощниками. Таких помощников нет еще. Там, когда в раздел птицы зайти, там, я уверен, потеряются половина пенсионеров, забудут пенсию получать. Михаил, это все-таки какой-то бизнес должен быть, или все-таки мы парню дадим просто какие-то деньги на что? На обучение. На обучение. И вы знаете, в какой академии? Про продукт, Александр, про продукт еще хотел уточнить. У меня просто все-таки не сложилось. То есть еще раз, есть какие-то слова, там, не знаю, фразы, которые голосовой помощник распознает в офлайне, и тем не менее остается возможность, что он в онлайне, там, не знаю, распознает гораздо больше массив, правильно? Он синтезирует речь, то есть речь он по три файла, допустим, звук синтезирует в текст файл, текст, он оффлайн это синтезирует, это особенность его. То есть он в онлайне тоже работает? Он в онлайне тоже работает, да. Александр, вы слите, улыбайтесь, вам нравится. У вас был вопрос, мне нравится, а на обучение чего хотел бы ты? На обучение спрашиваю, чего и к чему? Где ты учишься вообще? Учусь я в обычной общеобразовательной школе, в Саров город, это маленький город. Так, если у тебя будут деньги на обучение, где будешь учиться, куда хочешь пойти? Хотелось бы в Нижний, в Москве слишком все дорого. А какие у тебя оценки вообще, вот по каким предметам? Учусь я средне, у меня хорошие оценки, это пятерки по химии, по физике, по информатике, алгебре, геометрии. А на чем ты пишешь? На питоне, с использованием C, C++, C-шарпа, PHP и HTML. Парень нашел себе прекрасную работу, его возьмут в любую сейчас компанию заочно. Мы можем посовещаться? Да, наверное, вам надо посовещаться, если вы хотите, и мы будем принимать какое-то решение. Не бойся, Вань. Сейчас они на своем стичьем языке посовещаются. Я сначала совет хочу дать. Есть такая организация, Linux Foundation. Под ней находятся все-все-все программисты мира. И лучшее заявление о себе, это написать там программу. Это просто совет. А теперь мы будем уже переходить к нашим делам. Кто делегирован сообщить нам ваше решение? Надия, пожалуйста. Вы сказали ключевое слово, обучение. И это зацепило то, что хочешь учиться, развиваться дальше. Ты уже многое умеешь, еще многое сможешь. Поэтому мы как? Вы хотите все вместе открыть? Да. Три, два, один. Так, 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 так. И от того у нас на четверых 1 миллион рублей. Спасибо огромное. Да не мне. Огромное спасибо. Иди, пожми руки своим инвесторам. Спасибо, Ваня. Ваня молодец. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, да. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Молодец. Спасибо. С вами шоу «Купите это немедленно». Мы поддерживаем малый и средний бизнес и талантливых ребят. Поехали дальше. Здравствуйте, меня зовут Ола Висейки. Мне 31 год. Я обожаю горные лыжи, сноуборд. Идея возникла 2 года назад, когда я поступил непосредственно учиться в университет. Нету человека, который когда-либо не замерзал. Мой стартап, он основан на технологиях печатной электроники. С нашей технологией ходили на Эльбрус, тестировали ее в походах и проверяли, насколько она отвечает всем свойствам, те, которые нужно дать человеку, когда он замерзает. Ола Висейки. И фамилия у вас Сийки. Все правильно. Правильно? А вы откуда? Я вообще родом из Петрозаводска, но я русский финн. А финские корни, и тут я понимаю, что ваше изобретение связано немножко, наверное, с этим, потому что ткань для экстремальных условий с подогревом. Все верно, да, конечно, у меня есть большой опыт, я всю жизнь жил на севере и точно знаю, что такое и как бывает холодно. Я больше не могу! Брось меня! Никогда! Передай моей жене и детям, я люблю их! За что? Ткань Ормор выдерживает морозы до минус 70 градусов. Меня зовут Оловий, и я основатель технологической платформы электронного текстиля. Мы не только производим одежду с электронным подогревом, но и также предоставляем наши технологии производителям и дизайнерам одежды. На данную секунду на мне надето худи, но это не обычное худи, это технологичное худи с электронным подогревом. Если посмотреть внутрь этого худи, вы не найдете проводов. На ткань нанесены функциональные полимеры печатной электроники. В нашем кармане находится небольшой пауэрбанк. Если мы включим микроконтроллер, который находится здесь, то через несколько секунд вы почувствуете тепло. Это тепло может нагреваться до 60 градусов, и непосредственно им можно управлять. Важно отметить то, что все потребительские качества ткани, стирка, глажка абсолютно соблюдены, и можно этого не бояться. Также абсолютно тепло абсолютно безопасно для вашего здоровья, а даже иногда бывает очень полезным. Купите это немедленно и почувствуйте наше тепло. Дамы и господа, олови! Вот эта штука сейчас может себя нагреть, да? Да. Откуда, куда течет ток? И через что? От пауэрбанка, бежит через микроконтроллер, которым мы управляем тепло. Дальше, дальше. Дальше проходит на нагревательные элементы, которые находятся на груди и спине. Секунду, электричество и пот. Вот соленая вода высохнет, и ничего не произойдет. А когда она не высохнет? Вот я бегу, я вспотел и замерз. Я включаю эту штуку, и соленая вода замыкает все контакты. Не-не-не, мы капсулируем всю эту схему так, чтобы это было абсолютно безопасно. Это фантастично. Вопросы, если есть залез? Как регулируется подача тепла? Регулируется с помощью вот этого маленького микроконтроллера, который находится. В данном случае у нас аналоговый, но есть версии с мобильным приложением, когда вы можете через телефон управлять теплом. Можно делать совершенно любую одежду, не обязательно, чтобы только нагрела. Она может измерять температуру, и мерить там какое-то давление. Нет, а у него все это возможно. Сколько же стоит такое? Стоимость данного худи стоит 10 тысяч рублей. Это прям с пауэрбанком вместе, правильно? Нет? Нет, пауэрбанк свой. Какая вообще длительность эксплуатации? Когда выходит из строя, если выходит, конечно? 100 стирок точно работает. 100 стирок? Это золотой стандарт электронного текстиля. Итак, голосуем. Пульт у вас в руках, поехали. Вот у нас люди как. Я спрошу прямо, ну возьмите в микрофон кто-нибудь, объясните ваше решение, если вы проголосовали нет. Я лично проголосовал нет. Во-первых, это дорого все-таки. Уважаемые инвесторы, к сожалению, мы не можем вам допустить этого изобретателя, потому что не одобрила его наша аудитория. Но мы желаем тебе удачи. Спасибо большое, что ты пришел к нам. До свидания. Пока-пока. И не забывай, что у тебя еще есть гарантированные тысячи рублей от каждого голоса «За». А я хочу обратиться к вам, дорогие телезрители, потому что именно в ваших руках сейчас судьба Олови и его бизнес-проектов. Внизу экрана вы увидите QR-код. Просто наведите на него камеру своего смартфона, и вы попадете на сайт голосования. Поддержите любимого участника, и дайте ему шанс выиграть полмиллиона рублей на открытие своего бизнеса. С вами было шоу «Купите это немедленно» на СТС. Смотрите нас в следующую субботу. Меня зовут Александр Пушной. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok